Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 380. События дня. Притча 28 глава 9 стих. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, твой молитва мерзости. Я поясняю это. Слово мерзость, это омерзительно, противно, отвратительно. И вот это значение, что молитва его мерзость, это Бог говорит. По отношению к людям нравится, как люди молятся, глаза там закрывают или наоборот открывают. Воззрел на небо, Господь написан на молитвах. Отклоняет ухо свое от слушания закона, он не знает о чем молиться, где о воочи сказать. Вообще это не говорится. Как в послании Крименова, в 8 главе Павел говорит. 26 декабря 2016 год. Исайя, 1 глава, 15 стих. Это помощь эпиграпу. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. То есть люди Бога не видят. И простирает руки. Так молились всегда поднять им рук. Я закрываю от вас очи мои. А это невидимая сторона. То есть Бог закрыл глаза и не видит. Но не надо понимать, что у Бога глаза есть, веки он закрывает. Умножаете моления. Давайте больше молиться. Заказные моления. Ну и так понятно. Ближе к Богу. Оказывается, Бог не слышит. И причина в нас. Руки. Руки. Посмотри, свои руки, которые поднимаешь. С них кровь капает. А почему? Да потому что неверно поняли, не суди никого. Не суди, не выноси окончательный приговор. А если ты видел, что человек согрешает, и тебе разницы нет, то он погибнет, раз он не знал. А его кровь, Господь говорит, защитит тебя. И Павел говорит, я чист от крови всех. Я не упустил ничего полезного, о чем бы вам ни говорил. И сегодня священники, которые не учат архиерея, они с кровавыми руками стоят в алтаре. Никто этого не видит. Но Бог так сказал. Притча 15 глава 8 стих. Жертва нечестивых мерзость пред Господом, а молиться праведных благоугодно ему. Ну жертва Богу сокрушенный дух, там жертва мерзость. Ну что такое мерзость? Женщина носит мужскую одежду. А что особенно? Мерзость. И попробуй разденье. Даже в старые смотришь, длинное платье, старые снимки, все равно без платка. Мы ни одной мусульманки, шесть мусульманских республик проехали с благовестием. Турцию прошли и не видели ни одной, нигде, без платка. Русских, чтобы увидеть там, православных. Ну это бабушка какая-нибудь еще может. Я говорю летом, зимой это от холода закрылось, а не ради благоговения. Тут надо же где-то показать было бы, снимок даже. Вот у меня был, я не знаю, показать можно, нет. Какая разница? Вот здесь у меня фото есть. Из интернета, покажи где, из интернета. Вот здесь мусульманка и православная, найди где здесь. Мусульманка и православная. Еще ниже тогда. Майная, наверное, мусульманка. Вот и иная какая-то. Ну вот смотрите, сейчас посмотрим мы. Мусульманка с христианкой рядом сидят. Вот теперь смотри. Видите, раскосматилась. Это православная. Грудь открыта до самых непотребцов. Зачем вырезала? Куда тряпку это делось? Вот так вот. И вот посмотри, как она красавица одета. Посмотри. Ну сидит эта в брюках, я это не вижу, как это, как правило, в платье. Чтобы она в брюках ходила, не видел. У них шаровары там из под юбки иногда. Видать и все. Посмотри, сколько у нее и на голове, и на шее, и везде. И это норма для нее. И она не только это в храме, как у нас, вышла и дальше разделась. Она все время такая. Вот она сидит. Ну разница же есть. У этой Библии открыта, а у этой месяц, видно, что это их священная книга. А у нас это Святая Библия. Вот пожалуйста. Это еще одно доказательство. Смотрите и запомните. Тут не надо ничего говорить. Тут слишком ясно все. Притча, 21 глава, 13 стих. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, и не будет услышан. Вот как. Вопль бедного, нуждающийся не только в хлебе, но в духовном. И поэтому во время и не во время, апостол Павел говорит, научает Слово Божие. Ну вот тут некоторые, не знаю, самое крайнее левое внизу, контрол, посмотрите, нажать, а потом вот сюда поставить и откроете. Баптисты о бороде, детский православный лагерь. Тут все ролики, там 270. Патриарх Кирилл о миссии в церкви говорит. И теперь я специальный ролик поставил, попросили. Вот второй. Опять же контрол, нажал и здесь. Теперь, какие были некоторые сообщения за прошедший день? Владимир Хурс пишет. Игнатий Тихонович, прослушал архипелаг ГУЛАГ в вашем исполнении и ощутил огромную разницу между тем, как читаете вы и другие мечтецами. Наверное, потому, что вы сами это пережили. Спасибо за ваши труды. Видите, как это действительно так. Мне говорили, Библия там с разными звуками какими-то, музыкальными. А мы слушаем все время и денем, которые я насчитывал. А я какой чтец? Просто я люблю Господа и хотел, чтобы люди знали. С Библии святых отцов 50 книг почти насчитал в советское время. По сегодняшний день пока это, ну нигде больше этого нет. И добротолюбие, и там много что других святых отцов в то время. Так, святитель Феофан Затворник о духовном состоянии российского общества второй половины конца 19 века. Внимательно слушайте. Когда я говорю о этих местах, кто ты такой? Я говорю, Феофан Затворник сказал, я иногда в конце не указывал. А, ну тогда ладно. Кавычки открыты. Горько-то горько, что творится у нас среди мыслящих. Все ум потеряли. То есть он судит или не судит? Ничего себе. Столько университетов открытых. Все ум потеряли. И даже богословствующие потеряли настоящие основы богословствования православного. И все смеются. Все хи-хи-хи-хи. Смеются, рот разевают. Мы сейчас посмотрим, куда доводят эти смешки. Подхахатывание. Говорит ты сам над собой или над чем хи-хи-хи-хи. Сатана в рот залазит. Это кавычки закрывается. Дальше. Многие же его современники слепо увлекались протестантской традицией. Соблазняясь одной только внешней стороной и не замечая того, что голая рассудочность и отвлеченные размышления заменяют здесь действительное знание внутренней жизни. Вот как раз одно с одним сошлось. А мне как раз материал один скинули. Теперь про другого человека. Там он будет назван, показан в интернете. Никакой тайны нет. Тем более на меня этот человек выходил сам. Дальше. Жаль смотреть, как у наших богословов, все немчура да немчура. То есть тогда с Германией больше было, не с Америки. Вот пошлет за это на нас Господь немчуру. Так что она пушками и штыками выбила из головы всякое немецкое неправославное мудрование. Очень здорово. Серафим Саровский об этом говорил. Тогда все, французский, французский, французский. А вот он Наполеон. Вот он и пришел. Сейчас увлекается чем-то. Английский, английский. Вот она тебе Америка-то и шарахнет по башке. Вот оно все уже со всех сторон окружили. Увлечение такое есть. И он сказал, что не мчура, не мчура, но он сказал-то это еще до Великой Отечественной войны. Узнали, что такое немцы? Как относится к славянскому населению? Как к христианству? А ННР в этом какие свои колдовство знали? Дальше. Говоря о современной ему духовной литературе, святитель Феофан находил, что даже очень хорошие по содержанию книги все чаще портили излишняя головоломность и немецкая туманность изложения, что им не достает простоты и доступности, которые так ценил он во всем и которых так добивался в своих соцсетях. И вот допустят таких слов, ни одного слова евангельского нету. Вот выступает прямо Патриарх, там Митрополит, Алфеев этот, Иларион. У всех одинаково. Кого не возьми везде. А люди это понимают? Да, понимают. Как-то у меня корреспондент был, брал интервью, а потом написал. Вот самые сложные вещи в простоте дать народу, в этом весь Лапкин. Причем у меня образования нету. А эти слова, значения, стоп, я знаю, зачем ими пользоваться. Теперь кавычки открыты. Говори, что кавычки открыты. Кавычки открыты. Вот мы часто хвалим себя. Святая Русь. Православная Русь. Ну, а смотрите с кругом. Скоро, но не одно развращение нравов, но и отступничество от образа исповедания, предписываемого православием. Слышна ли была когда на русском языке хулана Бога и Христа его? А ныне не думают только, но и говорят, и пишут, и печатают много богоборного. Вот видите как. Я хочу как раз сказать, что никогда святой Русь и не было. Вот сейчас открою здесь, попытаемся найти. Сейчас ты зарядишь здесь, мне поможешь найти, где это есть, поется. Запиши здесь. Святая Русь. Пение. Лапкин. Мы сейчас найдем, посмотрите, мое стихотворение, положенное на песню. Так. Где? Вот оно. Смотрите. Включай. Святая Русь. Святая в кавычках. Чему вы обольщаете савона, с подмосток, куша фото у Кремля? Что будет мир и рухнет храм догона, заплодоносит мертвая земля? Вы говорите о былой России, царях великих, собиравших Русь. Что всех иуд повесят на сине, но я обратно я вам предсказать берусь. Святая Русь. Святая Русь. Святая Русь. Святая Русь. Святая Русь. Святая Русь. Грешно, опровергать здесь нечего напрасно Во всем всегда одно большое, но Мы говорим не об одном, а разном Величие России не в тюрьме, не в тысячем Километровое пространство, но в покаянии и в сердце и в уме Пусть маленькое, но христово братство О Боже, проповедников пришли Служение Богу на родном наруста Крещение духом водное в крови Тернистый путь, и путь уж очень узкий Святая Русь, как-то была святая Скажите дату, срок и имена Во свете Библии патетика растает Останется виновина война Хватали все от севера до юга На порт Артура, оспу островов Все подгребли, саму там в югу и в югу И распланили не христи воров О Боже, проповедников пришли Служение Богу на родном нарусском Крещение духом водное в крови Тернистый путь, и ход уж очень узкий Кто хуже нас, сокровища земные Транжирит, жжет и робит по весне Мы опостылили от века и до ныне При Балтике, Татарам и Чечне На наши земли вожделенье зависть Облизываясь смотрит миллиард Весь мусульманский мир Там добровольцев запись У нас отнять за счастье каждый рад О Боже, проповедников пришли Служение Богу на родном нарусском Крещение духом водное в крови Тернистый путь, и ход уж очень узкий Тогда исполнит веренную нам Не Русь святая, а герои веры В народы понесут евангельский бальзам От коммунистической заразы и химеры К чему вы обольщаетесь сам вона Вот так, это наш воспитатель Виктор Шавченко Наш бард и композитор Все здесь он написал на мои стихи Где-то 86 стихов положил на музыку, которая поется Вот теперь мы дальше продолжаем Видите, как коснулось феофана Затворника Мы сразу показали, как это выглядит Теперь надо открыть Давай Так Кавыч Так Вот Никакого контроля Врут светские, врут духовные А ему горя нет Глазом не морганет Нет власти в церкви Как кто хочет, так и действует и учит Попы всюду спят Не спящих один-два и обчелся Представьте, вот я и скажу это Да, вы судите священников И написано, говорит Богач заговорил Про вознеси до облаков Заговорил бедный А кто ты такой? Вот здесь точно так же Он говорит те же слова, что я говорю А все время, говорю, священники не учат Попы всюду спят Псы бредящие лёжа Привыкшие спать Не спящих один-два и обчелся Один-два Говорит в Руси Это говорит не кто-то, а человек 1275 монастырей 57 тысяч храмов было тогда Дальше Что вы говорите о упадке духа христианского И священстве и мирянах Все его учат и деятся А мы спим, что поскорее воцарился противохристианский дух Вот они не говорили Но теперь и Бутова будет ждать ГУЛАГ Видите, вся беда попах молчащих Вся беда в них И когда мне в университете задавали вопросы Ну кто-то же ответственен за это Я говорю, если суд будет, как в Нюрбинске На первой скамье будут сидеть У нас не фашистские главари А священники с патриархом И учителя школьные Кто имел доступ к душам Главное враги А они развращались с юности Мы сегодня сейчас увидим Как развращают конкретно пример Искоренять ереси и лжеучения Полагал святитель Феофан Следует в первую очередь Духовным воинствованием Только вращуя болезнь изнутри Можно покончить с внешним ее проявлением Преосвященный предлагал Как можно скорее вызвать попов И сказать первое Учите в церкви не молча Об устроении спасения Учите в церкви не молча Вызвать попов и сказать Он сидел-то в затворе А что ты в затворе-то сидел-то? Ну и шел бы, одного другого разбудил Жезлом его огрел Второе Пусть попы заводят чтение по вечерам И собирают и у себя И у других слушателей И простых, и бедных Для чтения выбирать все то Что относится к общему стройю веры То есть он знал, сидел А сидел-то И у него прозвище Феофан Затворник Да где ты видел Сам-то по себе-то Знает писание Иностранные языки знал Как он мог не видеть Идите по всему миру А я Затворник Ну почему не было ни одного затворника Среди апостолов? Семьдесят избрал И тех по двое По двое Миссия два человека Надо бы составить книжку О пути спасения Хватились Просто написанную И разбросать по городу даром Или по копейке По копейке лучше По рублю наложат И да, даром никогда Бизнес По утверждению Флоровского Он мечтал Об апостольском Хождении в народ Мечтал А слово мечтал Имеет самое отрицательное Значение Библии-то И Флоровский не знает Он-то сейчас похвально Сказал как будто Не мечтал А молился об этом Думал Размышлял И плакал Слово мечтал Выкиньте Кремлевский мечтатель Герберт Уэллса Показал его Кавычки Кавычки открыты Вы справедливо Оскорбите О сокращении приходов И закрытии церквей Что делать? Дальше Слабеет вера Мертва Живых действователей нет Живых нету Я называю Скотомогильник Ну живых нету А кто? Когда я не разумел Как скот Был я пред тобой Скот Дохлая скотина Что такое? Скотомогильник Пришел к погибшему Мопцам Израиля Но необычное слово Вот мощи, мощи Я говорю Труп Труп Ой-ой-ой Как вы можете так говорить? Я говорю Ну давай Матроны труп И пророка Илии Труп или нет? Говорит Я убил их И бросил на Трупы их На улицах Трупы их бросил Откровение Считайте 12 глава 13 Бросил трупы И Господь говорит Где труп соберутся Сам себя трупом называет Нет мощи И не просто там Гроб какой Ковчежец Лжица Ложка лжица Сорочка Сращица Ну прямо Рака Вообще Никуда не годится Рака Действительно Поджигатели Должны сами гореть И общество Вот И общество Не принесут Ожидаемой пользы Общество Не принесут Дальше Поджигатели Должны сами гореть Горя Ходить всюду И в устной беседе Зажигать сердца Ну все это знат А что ж ты сидел То там Я же не его не обвиняю Ничего Ну примени к себе Какой-то учитель Если ты этого не делаешь Ты подражай Христу Христос сидел в затворе Апостолы в затворе Пророки в затворе Нет Ему прозвище Затворник С этим прозвищем Ты еще утонуть можешь Говорить правильно Вот что потребно А где это возьмем Где возьмем то Опять только молиться Остается К подателю Всяких даров Ну так и ходи и молись Проповедуй и молись Нет Молиться буду сидеть Я молюсь за весь мир Я говорю Я еще молюсь За воробьев разве Я каждый день молюсь Правителей поминаю За весь мир По наблюдению Святителя Феофана Иноверие укоренялось В нем частью По вине Равнодушного Оболчания Священнослужителей Частью Из-за неясности Богослужебных книг Опять же То о чем я говорю Все время Многих отталкивал От церкви Общее падение Нравственности Среди православных Его Особенно священнослужителей Очень беспокоило Почти полное Отсутствие работ В опровождении Штунды и Малаканства Полное отсутствие В то время А сегодня Кто пойдет Да они Штунду Целуют там с ними Сегодня мы увидим Одного такого Кривляку Он читал Основные сочинения Толстого 1820-х годов И с тревогой Заключал Кавычки открыты Тут то вещь Сокровища Премудрости Изрыгнуты Хули на церковь Божия На святых отцев И даже на апостолов Кои все суть Исказители Учения Христова Вот так и мусульмане Все исказили Дескать Православные Христиане Они знают правду Стихтанцы знают Где двое Собрались И там Христос Так понимают Сам же он не верит Ни в святую троицу Ни воплощенное Домостроительство Ни в силу таинств Сын человеческий У него то разум Всечеловеческий То сущность Человечества Как будущей жизни Нет у него А люди продолжают Жить только в потомстве То вся забота у него Составить Программу Счастья на земле Вот как раз О нем и говорил Какая глыба Какое человечище Этот Придурок Кремлевский В этих условиях Его очень беспокоила Низкая духовная культура Современников Которые почти не читали Духовных изданий Кавычки открыты Пишите горькие вести О направлении наших ученых Что дивного Что наши умники Стали буя словить То ли еще будет Это еще начатки Мы все извратим Будем злее протестантов Будем злее протестантов Вообще Кавычки закрыты Это Феофанова Слова Вот Именно нападают За то что Благовествую еду Православные священники Как я их называю Козла патриаршая В стаи В стаи кидаются Всякие разные Душители Скорратов Со всего мира Со всех филадей Сатана собрал Дальше Кавычки открыты Они прошли все науки В наших высших заведениях И не глупы И не злы Но относительно К вере и церкви Никуда не гоже Вот так Отцы и матери Были благочестивы Порща вошла В период образования Вне родительского дома Память о детстве И духе родителей Еще держит их В некоторых пределах Каковы будут Их собственные дети И что тех будет держать В должных пределах То есть не говорит о духе Святой мне о чем Сам-то знал он или нет Родители Да кто родителей вспоминает Предки Лишь бы деньги только давали Заключаю отсюда Что через поколение Через многие Много через два Много через два Иссякнет наше православие В 1861 году Отсюда вывод Или он был лжепророк Или он имел ввиду Другое православие Которое сегодня Уже ни одно Ни два поколения прошло Минимум пять поколений Ну и заключаю Да не пять больше Вот Заключаю Давай мы еще раз Посчитаем это дело Я некоторым наверное Не по мозгам это Сейчас я сделаю Маленько побольше Давай Вот Заключаю Отсюда Что через поколение Много через два Иссякнет наше православие Вот все Главная роль в этом Предлежала университетам И высшим женским курсам По отношению к последним Святитель был решительным противником Вот дальше его слова Кавычки открываются Кавычки открыты Зачем это надо вам перебираться Санкт-Петербург Уж не сложат ли высшие курсы Для красавиц Это глупость Из глупостей Нашего времени Эти курсы Из красавиц Сделают Что называется Ни рыба Ни мясо Ни мужчина Ни женщина Не знать что Вещь никуда не гожая Урод А написано Уродом не называй Едино огненная Как он не боялся этого Да потому что Соответствие действительности Урод Если хотите остаться В своем чине Держитесь Подали от этих курсов Вот они все Учатся Семинарии Академии Да они Сегодня самая большая Глупость Осипов Сидит Под 80 лет Бритый в галстуке Масон Может быть Последних степеней Сколько он перепортил их Вот эти попы Которые ненавидят Слово Боже Это его воспитанники И внешнего мучения нету Все доказал Хоть и земные Но не для земли Получили бытие Это его выражение В настоящее время Продолжает Феофан Затворник О том что Божие не думает Не говорят Не пишут И даже мысли Не имеют Ни при каких Начинаниях Дивно ли Что при таком Настроении Учения Противные веры Находят доступ В общество И что общество Осклоняется К повальному безверию Это он уже видел Святитель Феофан Причувствовал Что грядущие перемены И революционные потрясения В России Примут очень острые формы Ну конечно Он не предполагал Что это Сто миллионов голов Это предполагал Видел только Достоевский Дальше Отец Наум Грузия Пишет Отец Очень хорошее послание Патриарха Священникам Нести живое слово В мир Помоги ему Господь Ты раскрываешь В роликах Те же темы Что и святитель Феофан Затворник Современным языком Все спит И так Забетонировано И укатано Каждый на своем месте Будем сеять Поливать Ограждать И тому подобное Это говорит еврей Пришедший в православие В моем доме Отец Как они говорят Где бы я ни был Он не только в отец Он это знает Александр Мир Дому вашему Игнатий Тихонович Благодарю Господа Бога нашего За ваши молитвы Обращенные К небу Заболящих К нему К нему Заболящих Прочитал я Ваши сообщения И вижу Что ничто Не поменялось С того времени Опять священники Превратили приходы В собственные княжества Благой вести Слышит народ Ровно столько Сколько произнесено На богослужении Да и то без пояснения Так что не все И слышат О чем благоествует Священник В общем Не учит нас История Опять тихо Крадется Все духовенство Все к тем же Перевернутым Граблям Имея желание Очередной раз Вступить на них Братьям Низкий поклон Милости Всем во Божии За молитвы Спаси Христос Юрий Соболев Вы год назад Были правы Игнатий Тихонович Предрекая Будучность Батюшки Понимаете Что Вот если вы На контр нажмете А потом Вот так вот Ткните Вот в него И теперь она Откроет Вот посмотрите Красноярская Епархия И тут об этом Батюшки Что говорят Ну я это уже вынес Сейчас покажу Там есть Это еще не все Не все Посмотрите Что здесь есть Так Епархиальный Церковный суд Красноярской Епархии Вынес решение По делу О церковных Правонарушениях То есть Это вот О каком Священники говорят Он на меня Вышел Боев Петр Анатольевич А я сказал Ты С сектантами Там встречается И сидят оба И тот на нашего ДС Похожий Как копия И подхахатывает Сидит Я говорю Вот за это Трепать надо уже Во всю Вы уже вместе с ним Сидят на скамейке Я покажу Какой этот ролик Он выставляет их И ко мне вышел Я слышал о вас Вы тоже так страдаете Я говорю Нет Я Чтобы мирно Разговаривал с этими Богохульниками Это никогда не будет Дальше 26 декабря 2016 год 26 декабря Ну вот она Прямо рядом 10.45 Епархиальный церковный суд Красноярской епархии Совершил рассмотрение Дел о нарушениях Православных канонов И церковного устава Смотри Канонов И устава Совершенных Иереем Петром Анатольевичем Боевым И деконом Иоанном Иоанновичем Логиновым Согласно материалам Дел Красноярское Епархиальное управление Обратились Жители города Красноярска С жалобами На недопустимые аспекты В деятельности Созданного В 2011 году Православного Братства Святое дело И кураторов Данной структуры Иерея Петра Анатольевича Боева И декона Иоанновича Логинова Там Божья воля Там ходит Кирпичами кидается Один НТО Это царионов Здесь Святое дело Сами себя Святое дело Ну вообще Такие претензии Полученные сведения Были направлены На рассмотрение В Епархиальный церковный суд Красноярской епархии Согласно Пункту 2 статьи 3 положения Церковном суде Русской православной церкви Московская патриархата В ходе рассмотрения дел Епархиальный церковный суд Провел 6 заседаний То есть это не игрушка Это вообще удивительно Для меня это удивление Не было суда Семьи со снищим лет Были заслужены Заслушаны обе стороны Полученные рассмотрены Десятки документов Проведены опросы Свидетелей и лиц Обвиняемых В совершении Церковных правонарушений После Тщательного рассмотрения дел За серьезные нарушения И норм личной жизни Священнослужителями За самочинное изменение Чинопоследований Богослужений И за кощунственное отношение К таинствам и постам Установленным церковью Епархиальный церковный суд Красноярской епархии Вынес решение О наложении На Иерея Петра Анатольевича Боева И дьякона Иоанна Иоанновича Логинова Канонических прещений В виде их запрета Священнослужений Без правоношения Священнических одежд Сроком на 10 лет В общем это удивительное дело Только можно сказать Аминь Да благословит Бог Кто это объявил Пресс-служба Красноярской епархии Так я теперь пишу Соболеву Игла Немного проясните Кто на ком стоит Что за нарушения были Какое отношение Имеет на скамейке Сидящая пара Священник и еретик Сизеномия Д.С. Юрий Соболев Этого батюшку Отца Петра Бойва И его соратника Дьякона Иоанна Логинова Запретили Священник Это отец Петр Более года назад По их роликам Мы с вами Беседовали в скайпе Есть ролик Вы указали на опасность Такого общения Батюшки с диретиком Я сразу ему об этом сказал Он меня только выговорит Да как вы можете И сразу отступил Я вижу молодой он К слову Отец Петр И сам вам писал Желая знакомства Вы ему ответили Кавычках Разложив Ситуацию во свете Библии Он ответил Мол не знаете меня Судите Ну да Я сказал то Судите А теперь молчи Судите Снимай одежду Иди за Журавлевым Это я видел В одном из выпусков Событий дня Я отвечаю Случай сей Что судили в епархии Церковным судом Таких почти уникальные И пока малообъяснимый случай Полагаю Что кроме этого Что-то за этим есть еще И подтолкнуло Рассчитаться С почти еретичствующим Панибратством С потомками Дафана Аверона И Корея Число 16 глава Да Теперь этого священника Уже не удерживает Ничто Полностью Перейти к падшим И гнуснейшим еретикам Как это сделал Журавлев Сергей Провозгласившим себя Архиепископом Подобная клоунада Заводит на такой Вираж Что они превосходят В пакости Даже этих еретиков Они теперь должны Открыто плевать И кидать Ошметками в церковь О Вот о чем он говорит Злее Протестантов сделаются И вот сейчас Покажем Где и что Это у него есть Среди еретиков И он уже все Там мигают огни И зал Там огромные люди Так Протяните руки Кто рядом Положите на него Руку на сердце Он уже манипулирует Ими стоит Это я такого еще не видал Даже Кажется Бен и Хинтон приезжает И то так Протяните руки Падает Беснуется А этот уже там есть Досмеялся Юрий Соболев Да Ситуация уникальная Полагаю Тут причина Изначальная В раннем рукоположении До 30 лет Затем Дружба с Кочетковым И конечно Главное Скрыто Расследование Было тщательное Сколько я знаю Несколько месяцев Дальше Воплощенная любовь Петр Боев Вот теперь я Нажимаю Контр И нажимаю на него Смотрите Вот это накручивание Вот это Никогда не знаю Для чего Время тратить Уже не показывает Ну уже все такое Вот Раскасмаченная стоит Это Бога прославляет Так Раскачивается Вот Это у них так Бога славят А вот он стоит Ему надо Заинтересовать надо Благодарим тебя Что ты здесь Что ты сегодня С нами Еще рэпом будут гнать Дай нам Мужество Дай нам силы Нырнуть в твои глубины Нырнуть в твои Вот если бы сейчас Открылась духовно Вы бы увидели Сколько здесь Демонов Вносится Он хулит Все теперь уже Он не понимает И теперь будет Ну это длинное Сами откройте ролик Посмотрите Если посчитаете Нужен полезным Я хотел показать Где он сначала Еще только первый раз Мы с ним встретились Ну не знаю Найду я это или нет Где Сейчас Минуточку Подожди-ка Придется задержаться Чуть-чуть Вот Вот здесь найти Надо его Юрию Соболю Смотри Как открывается И где он Вчера про это Говорил Вот это вот Что Вот какая-то ссылка Вот это Это наверное Сегодняшняя Нет Вот это вот Будущие батюшки Вот отсюда вот Сейчас Вот он как раз здесь Вот сейчас Вы видите Как он с этим Эритиком сидит Который на ДС Похож Прям форма Лица Все Кривление губами Все одинаково Это я наведу Вот этот ролик Вот посмотрите На протяжении всего Времени Сколько ролик Висит на ютубе Я заглядывал Посматривал Комментарии Заглядывал Смотрел на реакцию Мне показалось Что тема Очень актуальна Как ты вообще? Да безусловно Ну и честно говоря Это же был отчасти Даже план Понаблюдать Что будет дальше Происходить Ты какую цель Преследовал Когда вот Мы встречались Думали Планировали Мечтали о счастье Андрей Ну ты же понимаешь Что предпринимать Такие шаги Просто приходя К кому-нибудь И говорить Ребят Давайте сделать Так не получится Когда мы с тобой Общались Когда В личной беседе Я чувствовал Что мы можем Говорить Можем быть Действительно Хорошо Мы это уходим Возвращаемся На то Что у нас здесь Идет Дальше Переписка наша Об этом идет Так Петр Боев Посмотрели Дальше Я отвечаю Посмотрел Тут все Как под копирку Что было Развиваемого Клоуном Журавлева Сергея Беснующегося Говорение На языках Гласолали Называемое Натуральное Беснование И спиритизм Закройте глаза Возьмите за руки И прочее Это у всех Беснующихся Однотипно Да будет ли он Десять лет Епитимии Ждать чего-то Вот это Его середеком На скамейке Пахахатывание Как у СД И других Открывает Вход Демона В душу Братание Со злыми Духами Он не просто Понебратствует Середеками Он уже И не сегодня Один из них Не сегодня Он один из них У него уже нет Он ничем Даже православного Уже ничего нет У Бога Обращается Спасибо тебе Ну где-то Православных Каких молитвах Он видел Богу Спасибо тебе С Богом Разговаривает Как будто У него Кеша Через забор Да разве Православный Может подумать На таком Жаргоне Мира Разговаривать С Богом И пасторами Их нарекает И епископами Слово пастор Что означает Это не пастор Пастор Нигде нет Епископами У которых только И есть Что метрики Родства с Дофаном И прочими Кто преисподний Дофана Верой Харе Вот почему Он сразу От меня Шарахнулся Об этом Ему Я уже Тогда сказал Юрий Соболев Да Все так К сожалению Игнатий Тихонович Спаси Христос Вот видите За один день Какие известия Помолитесь об этом Петре И там Иоанн Который Дьякон Того я не знаю Сергей Дахно Дорогой Игнатий Тихонович Помнится Когда я вас Просил Ваши контакты Вы поосторожничали С чего-то А вот поосторожничали С чего-то В дальнейшем Будет показывать И я Видя ваше Нежелание Присоединять Меня к вашему Общению Взял Да удалил Вас Из моих Контактов Так что И не надеялся Иметь с вами Общение Во Христе Но видимо Так угодно Богу Христу Господу Чтобы мы Все Как-нибудь Да могли Передать Друг другу То что угодно Иисусу Но это ладно Главное для чего живем И какой смысл Нашей с вами Христианской жизни Вот вы прислали Рассылку Думается Что вы Своим контактом Ее рассылаете И потому Имею дрезновение Во Христе Дать вам Своё видение Относительно Написанного вами И не только вами Но и теми Кого цитируете Мне ваши рассуждения Кажутся немного Однобокими Надо ответить На следующие вопросы Первое У Иисуса Христа Есть рабы Вне православной церкви Или вообще Вне всякой Деноминации Или нет Вот я дальше Буду отвечать Никаких деноминаций Никаких конфессий Нету Это сатана Прикрыл слова Ересь Второе Есть ли у него Верный в других народах Или только Среди русских Среди всех народов Написано Есть А что вне церкви Нет спасения Это определенно Вопрос связан с тем Что очень часто Потребляется слово русский Мне нравится Одно мне понравилось Не понял Кто это написал Вы ли Затворник ли Речь идет О внутренней жизни Скажу лишь Что Бог Мне дал Вкушать От дерева жизни Я знаю Эту внутреннюю жизнь Которая есть Собственно Сам Иисус И я учусь Быть им Руководим В своем Странствовании На пути спасения Благословений Я отвечаю Слово Божие Не знает определений Ныне называемых Деноминация Конфессия Конфессия У Бога Во Святой Церкви Закрепились слова Из Святой Библии Истина и Ересь И святые Строго предупреждали Чтобы не впасть В грех Подмены Слов Божиих Своими Подсунутыми Дьяволом Словами Чтобы вскрыть За ними погибель Спасения Вне Церкви Нет А Церковь Только там Где есть Истинное Приемство В рукоположении От апостолов До нынешних Епископов Вот Самое главное Они никак не нащупают Думают Иконы Главные Вадим Л Пишет Изгнал Иисус Князя Мира сего Или нет Ответьте пожалуйста Четко и ясно Как я задаю вам вопрос Спасибо Я отвечаю Ответ Евангелия Тайна 12 глава 31 стих Ныне суд Миру сему Ныне князь Мира сего Изгнан Будет вон Ну так Изгнан Или не изгнан Дальше 1 Иоанна 3 глава 8 стих Кто делает Грех Тот от дьявола Потому что Сначала дьявол Согрешил Для сего Это и явился Сын Божий Чтобы разрушить Дела дьявола А как может Разрушить Если он Не свяжет Если он Его разрушил Для дьявола Значит это Христос А если не разрушил Два варианта Это был не Христос 2 глава 15 стих Третье место Отняв силы У начальств И властей Властно подверг Их позору Восторжествовал Над ними собою Евреям 2 глава 14 стих А как дети Причастны Плоти и крови То и он Так же воспринял Он Не прошло Тут дальше будет Откровение 12 глава 9 и 11 стихи И низвержен Был великий Дракон Древний Змей Называемый Дьяволом И сатаною Обольщающий Всю вселенную Низвержен На землю И ангелы Его Низвержены С ним Евреям 2 14 А как дети Причастны Плоти и крови То и он Так же воспринял Оное Дабы смертью Лишить силы Имеющего державу Смерти То есть дьявола Так лишил Так лишил Лишил или не лишил Лишил силы Написано Смертью Своей Смертью Смерть попрал Князь Смертью Был Связан Даже А связан Или не связан Евангелие От Матфея 12 глава 29 стихи Или как может Кто войти В дом сильного И расхитить Вещи его Если прежде Не свяжет Сильного И тогда Расхитит дом То есть Христос Сходил в преисподние Или нет Вывел души Или не вывел Если вывел То есть он прежде Связал Вот ответ Согласно Слову Божию Ну и показать На наши ресурсы Какое нам Бог дал богатство Это вот сейчас Показываю Мой мир Вот это Моя страничка Вот она где Очень богатая Заходите тут И перетаскивается Из этого С нашего Видеоканала Второе Это у нас Православный форум Нажать нужно Новое сообщение Когда зайдете А потом Общий поиск Что нужно Найдете Далее Православный Видеоканал Вот тут у нас Посещение есть Что тут такое Воплощенный Любовь Это все Ну и Очень большой Ресурс Это Православный Библейский Сайт Очень Очень богатый Сколько вопросов Ответов Вот мы закончили Что такое Разбор выступлений Ну это очень большое Рождение Ну давай Попробуем дальше Работа По работе Тема по работе Первое Что у нас здесь Я сейчас нажимаю Какое Вопрос 155 И там первый В медицине Можно работать В воскресенье Вот смотрите Теперь Теперь Контрол Копирую Выделил Контрол С Скопировал Сразу Перехожу В Ворд Вставляю Здесь Контрол В Опа Не туда Нажал Надо Расширить Контрол В Опять Выделяю Контрол А И сразу Ставлю Большим Размером Как это У меня Тут она Так и вышла Наверное Не 20 Не вижу А вот Она где И вот Один ответ Теперь Можно нам Считать Его Дальше Что-то Одни вопросы Да Одни вопросы А вот Дальше Одни ответы Пойдут Вопрос 155 Тут первый Такой взятый Это так Первый Оторвали На первом томе Считаем Вопрос 155 В медицине Можно работать В воскресенье Ответ Запрет Работать В субботу Был на любую Работу Кроме Животноводства Медицины И охраны И работы По храму Эти работы Все вышли Из рая Бытие 2 глава 15 стих И взял Господь Бог Человека Которого Создал И поселил Его в саду Чтобы возделывать Его И хранить Его А так как Человек Еще не согрешил То и не было Болезней Которой есть Слуги Предвестницы Смерти Премудрая Соломона 2 глава 24 стих Но завистью Дьявола Вошла В мир Смерть И испытывать Ее Принадлежащие Куделу Его Евангелие Теана 8 глава Стих 11 Она отвечала Никто Господи Иисус Тогда Сказал Иисус Спрошу я вас Что должно делать В субботу Добро или зло Спасти душу Или погубить Они молчали Ну вот так ответ Вопрос Вот ответ Даша Еще вопрос Вопрос 156 Можно ли торговать Вином Ответ Евангелие От Матфея 7 глава 12 стих Итак Во всем Как хотите Чтобы с вами Поступали люди Так и поступайте И вы с ними Ибо в этом Закон и пророки Что имеете ввиду Вино ли виноградное Или все Что опьяняет Если вино Для церкви Для исцеления То кто-то же должен Его изготовлять И привозить И торговать Греха в том не видно Но писание предупреждает И порок Исаия 5 глава 22 стих Горе тем Которые храбры пить вино И сильны Приготовлять Крепкий напиток Вот весь ответ Еще вопрос Вопрос 157 2 Коринфянам 9 глава 7 стих Каждый уделяй По расположению сердца Не с огорчением И не с принуждением Ибо доброохотно Дающего любит Бог Если же я знаю Что надо делать ради Бога Но огромного желания Не имею И все же иду То как Бог Смотрит на это Ответ Не желаешь и идешь Обязательно Будешь роптать Ропот противен И Богу И людям Если ждать Когда будет Большое желание Идти на дело Какое нам не приносит Ничего Кроме внутреннего Удовлетворения То надо молиться Чтобы настрой Души изменился Это я отвечал Студентам В университетах По радио Это мои ответы По настроению Если жить То ни одного Доброго дела Не успеешь сделать Диванное христианство Погубит все Римлянам 7 глава 15 стих Ибо не понимаю Что делаю Потому что Не делаю Что хочу А что ненавижу То делаю Евангелие От Матфея 21 глава 28-31 стихи А как вам кажется У одного человека Была два сына И он подойдя К первому Сказал Сын Пойди сегодня Работай в винограднике моем Но он сказал В ответ Не хочу А после Раскаившись пошел И подойдя К другому Он сказал тоже Этот сказал в ответ Иду государь И не пошел Который из двух Исполнил волю отца Говорят ему Первый Иисус говорит им Истинно говорю вам Что мытари и блудницы Вперед вас И идут в царство божие Когда не пойдешь То всегда будет нуль А если пойдешь И не по желанию То можешь навыкнуть Делай добро И без желания Потом и желание будет Когда делаешь Всегда можно Может быть Половина того Что что то получится Но когда не делаешь То явно Что не взойдет Ни ростка И дальше Вот тут правило Свидетель Тимофей Вопрос 17 Часто слушая Слово Божие И не творя Не под осуждением Ли мы обретаемся Ответ Если не творим Но нельзя нам Не укорять себя Что слушая Не повинуемся Укорять же себя Есть часть спасения Вот какой ответ Еще вопрос Вопрос 158 Если верующие родители Будут заставлять Работать в воскресенье Нужно ли принять это С послушанием Или исполнять Заповедь Христову Ответ 1 Корнефянам 10 глава 15 стих Я говорю вам Как рассудительным Сами рассудите О том Что говорю Деяние 5 глава 27-29 стихи Приведя же Их поставили В Синедрионе И спросил Их первосвященник Говоря Не запретили ли вы Вам накрепко Учить о имени Сем И вот Вы наполнили Иерусалим Учением вашим И хотите навести На нас кровь Того человека Петр же И апостолы Сказали В ответ Должно повиноваться Больше Богу Нежели человеку Все жития святых Переполнены Случаями Когда верующих детей Неверующие родители Принуждали Нарушать Заповеди Божии Так и Сыновья Маковейские 2 Маковейская 7 глава Предпочли Умереть Нежели Нарушить Заповедь Закона Моисеева Здесь Тоже Заповедь И канонические Постановления О праздновании Воскресного дня Когда Неверующие Принуждают К работе Это еще Можно понять Но когда Верующие То это уже Беспредел И требует Активного Вмешательства Священника Завоюйте Свободу Во Христе И никогда Ничего не Доделайте В воскресенье Тут даже Мирская власть Будет на вашей стороне Исход 20 глава 10 стих А день Седьмой Суббота Господу Богу Твоему Не делай вон И никакого дела Ни ты Ни сын твой Ни дочь твоя Ни раб твой Ни рабыня твоя Ни вол твой Ни осел твой Ни всякий скот твой Ни пришлец Который в жилищах твоих Неужели ваши родные Смотрят на вас хуже Чем на раба На осла Вопрос Вопрос 159 Первый том Открытый боком Книжка Может ли Православный христианин Работать в банке Ответ Что такое банк Для чего И кем он создан Изначально Это было мероприятие евреев Не заботы о ком-то А как обогатиться Что и произошло Это грабеж Среди бела дня То они лопаются То ликвидируются В виде Опрокинутой пирамиды И даже проценты Наши погибают Это лихва Корысть Дармовой прибыток Учат своих детишек Деток Ротшильды И Морганы Дюпоны И крезы Как обобрать Простолюдина Неемия 5 глава 7 стих Сердце мое Возмутилось И я строго Выговорил Знатнейшим И начальствующим И сказал им Вы берете Лихву С братьев Своих И созвал Я против них Большое собрание Притча 28 глава 8 стих Умножающий Имение Свою Ростом И лихвою Соберет Его Для благотворителя Бедных Пророк Мерзость Берут Ипотеки Разные Это мерзость Почему Муаммар Каддафи Вел закон Если кто-то В рост Дает деньги Государственно Сразу же Казнят его Казнь От обиды Бедному Удерживает Руку свою Роста И лихвы Не берет Исполняет Мои повеления И поступает По заповедям Моим То есть Сей не умрет А беззаконие Отца своего Он будет Жив А Не умрет За беззаконие Отца Будет жив Взятки Берут у тебя Чтобы проливать Кровь Ты берешь Рост И лихву И насилие Вымогаешь Корысть У ближнего Твоего А у меня Забыл Говорит Господь Бог Если эти слова Из Библии Не убеждают Не работать В банке Тогда уже Ничто не поможет Ты должен Умереть Жив Не будешь Вопрос 160 Как поступать К христианину Если у него График работы При котором Он выжден Работать В воскресении Ответ Про воскресение В Ветхом Завете В Новом Завете Не сказано Ни слова Заметьте Какие ответы Ответы Как Святая Библия Дальше Что об этом Говорят Святые Отцы Что говорит Об этом Камон и Церкви Книга Правил И что говорят Житие Святых По четырем Параметрам Всегда Давать Ответы Не сказано Ни слова Как о дне В выходном Праздничном Все сказанное О субботе Как о прообразе Переносится На воскресенье Истинное Субботство Исход 20 глава 8 11 стихи Ну Просчитает Просто Отвещут Вот Посмотрите Вол Вол Дальше Есть такие Верующие Адвентисты Они празднуют Субботу Как Ветхозаветные Иудеи И даже В годы Советской Власти Они не пускали Своих детей В школу В армии Они предпочитали Сидеть неделю На гаупвахте Чтоб только Сохранить Субботу Купленный В субботу Хлеб Они отказываются Есть Для сжигания Огонь Эти люди Живут среди Нас У них Вопрос этот Вообще Не возникает Как у нас О бороде Или Или Так что Перемейте Работу И не нарушайте Воскресенье Христова Решительное Определенно Забот Как говорится Полон Род У тех Кто думает О завтрашнем И дальше Детишек Накормить Скотину Огород Заботиться О том Старик Седой И мальчик Обдумывать Проигрывать Сюжеты Возможных Вариантов Целый ряд Возникшие Вопросы И ответы Что Библия И опыт Говорят Нам без забот Не одолеть Сонливость Беспечность Без забот Не одолеть Что рухнуло Сначала Покосилось И перед смертью Нужно Поболеть Войну Потери Тяжкие Дымились Дивизии И вдовьи Корпуса Была работа Каторжная Милость Надежды Проблеск Веры Паруса Неимоверно Как перемогались Сгибались Три погибели И с грыжей И даже пели Допускали Жалость На бабах Все С фундамента До крыши Заботы На сегодня Не на завтра На каждый день Отпущено Своем Марии Мы все спаслись бы От забот От ада Конечно Всем работать Не лежать 145 Но и 2 Игла Досчитать этот вопрос Еще Вопрос 162 Первый том Открытым оком Первый том Открытым оком Как человеку Избавиться От лености Расскажите Об этом подробно Так как вы Кажетесь человеком Имеющим Ревность и усердие Ответ В Серахах 4 глава 33 стих Не будь Скор языком Твоим И ленив Ответ Как вы Заметьте Я ничего не придумываю Не надсажаюсь Просто знаю Где писание Вот это вот Я должен был знать Это ответы В школах В университетах Милиции В воинских частях И на радиопрограммах Не будь Скор языком Твоим И ленив И не родив В делах Твоих Серахова 22 глава 1 и 2 стих 6 глава 9 стих 6 глава 11 стих Грязному Камню Подобен Ленивый Всякий Освищит Бесславие Его Воловьему Помета Подобен Ленивый Всякий Подняв Его Отряхнет Руку Ничего себе Я ребятишек Подвожу Где корова Оправилась Ну попробуйте Ты на него похож Нет не хочу Ну тогда Работай Притча 6 глава 6 стих Пойди к муравью Ленивец Посмотри на действия Его И будь мудрым Да коли ты Ленивец Будешь спать Когда ты Встанешь От сна Своего И придет Как прохожий Бедность Твоя И нужда Твоя Как разбойник Если же Будешь Не ленив То как источник Придет Жатва Твоя Скудость Же далеко Бежит от тебя Притча 10 глава 4 26 стих 12 глава 24 стих Ленивая рука Делает бедным А рука прилежных Обогащает Что уксус для зубов И дым для глаз То ленивый Для посылающих Его Рука прилежных Будет господствовать А ленивая Будет подданию Так Притча 12 глава 27 стих 13 глава 4 стих 15 глава 19 стих Ленивый Не жарит Свои дичи А имущество Человека Прилежного Многоценно Душа Ленивого Желает Но тщетно А душа Прилежных Насытится Путь Ленивого Как терновый Плетень Вот я покажу Затормозите И просчитайте У нас времени нет Сколько мест Писания Вот это ответ Один ответ На один вопрос Как у нас люди бы не знали А тут один Нечестивец пришел А я не знал Ходил на занятия Не знал ни Библию Не считал Ну врет Владимир Мономах Говорит Что ленивый Не научится Никакому ремеслу А если Какой и знал То забудет Вот так Ленивый Это зарывший талант И он не спастется Лень это Преступление Против самого себя Ленивых нужно Высылать На небытаемый остров Или в тайгу Дать ему Нужный инструмент Как переселенцам И он научится работать Ну как Робинзон Круза Ленивые Это паразиты Их кто-то Кормит Обрабатывает А они только Пожирают С ленивым Поскорее Растанься Иначе Это болото Может засосать И тебя Мне приходилось Лечить больных Ленью В первую очередь Не давать им есть И если Это не помогает Поскорее Их прогонять Вид у них Как правило У всех одинаковый Толстая чрева Толстые губы И выкатились От жира глаза Да Пенсии По старости Усталости Внукам Дополнительной сладости Размышлением Пречувствием Томим Глазками Слезящимися В дым Справки По утерянным работам Не хотят К бесам Собирается Старость Прижаним рот Капли Искусственно Не подвигнешь Прошлое в характере Где пшеница Кое-где лишь Кустики По краям Давно потухших Кратеров Раскрути остатками Знакомствами Детям Внукам Пожелаем лучшего Верующий в Бога Жив и на погосте Послушание Проповедь И в сподновозной куче 6-й 3-й Вопрос 162 Можно ли давать Клятву Гиппократа То есть Как быть студентом Мединститута В этом плане Ответ Евангелие От Матфея 5 Глава 3-й 4-й стих А я говорю вам Не клянись вовсе Ни небом Потому что оно Престол Божий Ни землей Потому что оно Подложено Прочитает Якова Второе место Якова Не клянитесь Ни небом Ни землей Затормозите И прочитайте И ответ Запрет клясться Распространяется На любую клятву Тем более Составленную Язычником Гиппократом У нас уже был случай Когда при окончании Института Стоял этот вопрос Стойте твердо Диплом Все равно выдадут Клятву не принимать Но комиссии Дай тебе объяснение В письменном виде Вопрос 163 Можно ли хвалить Перед другими То что сделал Евангелие От Матфея 6 глава 1 5 стихи Смотрите Не творите Милосты Ваши Пред людьми С тем Чтобы они Ну ладно Это место Просто просчитайте Какое есть У нас Время нету Далековато Исполнять 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 в точности 1 Коринфянам 15 10 Но благодатью Первый том Ответы Там о работе Было О работе Да Ну напиши Это все о работе Вот и все Далековато Далековато Далековато